Глава австрийской ОМВ заявила о конце монополии Украины на транзит газа. Глава австрийской ОМВ заявила о конце монополии Украины на транзит газа 7.20. Nord Stream 2. Axel Schmidt Dash. Трубоукладчик Pioneering Spirit в Финском заливе. Nord Stream 2. Axel Schmidt. Москва, 19 фифрия новости. Запуск Северного потока 2 положит конец украинской монополии в вопросах транзита газа, заявил глава австрийского концерна ОМВ, участвующего в реализации проекта Nord Stream 2. Райнер Зелли в интервью немецкому изданию Frankfurter Alge-Main-Zetung. После запуска газопровода страны Восточной Европы потеряют возможность устанавливать слишком высокие цен за транзит, что является позитивным моментом с точки зрения конкуренции, отметил Зелли. 15 февраля, 19-18 эксперт. Европа оставляет себе лазейку в вопросе Северного потока 2. Германия может изменить правовую базу, регулирующую Северный поток 2. В эфире радио «Спутник» заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков рассказал, как это может отразиться на проекте. Однако, по его мнению, пренебрегать Украину нельзя, поскольку Евросоюзу после отказа от атомной энергии и угля потребуется больше голубого топлива. Поэтому энергетические компании, включая и OMV, будут заинтересованы в использовании всех доступных транзитных маршрутов, добавил он. Как сказал Зелли, в вопросе энергетики между Европой и Москвой существует четкий баланс, одним нужен газ, а другим деньги от его продажи. Он также напомнил, что Россия уже на протяжении 50 лет остается надежным поставщиком голубого топлива. 26 декабря 2018 года, 8 часов. Северный поток-2 в фазе неотвратимости. Новая карта Европы. Северный поток-2. Проект газопровода «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Ожидается, что проект будет реализован уже в этом году. Против «Северного потока-2» активно выступает Киев, который опасается потерять доходы от транзита российского топлива. Кроме того, негативно настроены ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой жиженный природный газ.